Приветствую, друзья! Говоря о ЦАПах, мы часто выпускаем целые сегменты различных вариантов их использования. В частности, X-DOO MU601 можно подключить не только к компьютеру, но и к любой современной игровой приставке. Для этого на задней панели имеется соответствующий тумблер. Ну а тем, кто предпочитает смартфоны и планшеты, на переднюю часть вынесли дополнительный Type-C порт. Ну и это еще не все. К аппарату можно подключить сразу два комплекта акустики, ну или использовать его как ретранслятор на Coaxial, далее завязав на какой-нибудь старый, но очень серьезный комбайн. Согласитесь, весьма неплохо для такого недорогого малыша. Да и по начинке он забит, но буквально под завязку. Заявлен XMOS XU208 и ESS ES9018K2M с поддержкой PCM, DSD и DXD форматов. Собственно, поехали. Пришел ЦАП в небольшой такой картонной коробке со схематично изображенным устройством и стирающимся слоем проверки подлинности. В комплект нам положили, конечно же, друзья, инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, метровый Type-C кабель и импульсный блок питания на 12 вольт 2 ампера. Корпус у ЦАПа полностью металлический, с вентиляционными отверстиями по бокам и четырьмя силиконовыми ножками снизу. Спереди девайс имеет такой большой механический тумблер включения и первый Type-C вход, рассчитанный на подключение смартфона или планшета. Вся остальная часть представляет из себя светодиодную матрицу с частотами дискретизации, из которой во время работы подсвечивается активная. Очень интересный ход, я такого пока еще нигде не встречал. На заднюю же часть вынесли целых два AUX выхода, цифровой коаксиальный выход, порт питания, еще один Type-C для подключения компьютера и переключатель USB 1.0 на USB 2.0. Два входа USB, на мой взгляд, уже какое-то излишество. А вот переключатель стандарта USB позволит использовать ЦАП с какими-то очень старыми устройствами, развязать по земле и, конечно же, подключать девайс к разнообразным игровым или телевизионным приставкам. Думаю, последняя на сегодняшний день наиболее ценна. При работе аппарат практически не греется, место на столе не занимает, да и выглядит очень приятно. Разбирать его не вижу никакого смысла. Базируется ЦАП на USB-чипе XMOS XU208. За преобразование отвечает не самый свежий, но хорошо себя зарекомендовавший ESS ES9018K2M. Отсюда и поддержка PCM до 32 бит, 384 кГц и DSD до DSD256. Пользоваться же девайсом, ну просто до безобразия просто. К переднему или заднему Type-C подключаем источник, куда вам лично удобнее. Выставляем версию USB в зависимости от него, ну а дальше снимаем цифровой сигнал с коаксиального выхода или можно подключить сразу две пары колонок, ну или колонки и сап. Удобно, друзья, ничего не скажешь и все, можно получать удовольствие от прослушивания любимой музыки. Под Windows 10 аппарат определяется автоматически, готовый к работе посредством WASAPI. Если же установить драйверы с официального сайта, то нам будет доступен еще и ASIO интерфейс, через который можно гнать, например, нативный DSD или предельные значения разрешения с минимальной задержкой. Со смартфоном аппарат тоже прекрасно работает, причем во всех существующих приложениях, играх и стриминговых сервисах, в том числе и через тот самый аудиофилский BitPerfect режим. Все замеры тут, естественно, имеют оценку отлично. Равненькая такая кривая АЧХ, какой-то запредельный уровень шума, омрачненный только пиком на частоте нашей электросети. То есть замена блока питания на линейный тут, конечно же, приветствуется. Далее идет прекрасный динамический диапазон и искажения ниже уровня, минус 95 дБ, причем как гармонические, так и интермодуляционные. Удивительно, но наибольшее влияние на ход замеров вносит пик на неслышимых уху 37 кГц, который надо было как-то отфильтровать. Хотя в любом случае все оговорки здесь находятся далеко за пределами нашего слуха и являются больше придирками. По качеству же девайса отлично говорит итоговая оценка отлично. Да, не идеально, но очень достойно. Измерения снимались на аудиоинтерфейсе Moto M4 и перепроверялись на Cosmos ADC. По факту Xdo MU601 звучит весьма неплохо. Учитывая цену, я ждал чего-то относительно простого, но на удивление аппарат выдал уровень мобильных ЦАПов из этого же ценового сегмента. Что, как я считаю, достойный уважения уровень, где за относительно небольшие деньги мы получаем максимального качества звучания. Я бы сравнил его с iBasso DC05 или Audirect Atom 2. Ну а если и с стационарных ЦАПов, то с таким удачным решением как FX Audio DAC SQ3. Причем даже по характеру они оказались очень схожи. Такое чуть смягченное комфортное звучание, направленное не в микро, а в макро динамику. Образы строятся большими, теплыми и сочными. С хорошим таким уклоном в мелодичность и передачу эмоций. Слушать это сверх приятно, да и погружение в материал здесь на довольно серьезном уровне. Кому-то, возможно, немного не хватит резкости и прозрачности, но то больше вопрос вкуса. По частотам мы имеем глубокий такой объемный бас, выраженную насыщенную серединку и чуть притушенные верха, которые скорее подчеркивают вокал и другие лидирующие тембры, чем пытаются вести какую-то свою линию. Из акустики я использовал только сравнительно дорогие модели и лично, на мой взгляд, аппарат с ними прекрасно справился. То есть MU601 можно брать даже к усилителям или активной акустике в несколько раз дороже. При этом и во все тяжкие уходить тоже не стоит. В убийц и гигантов герой обзора явно не метит, при этом хорошо так распихивая локтями всех своих конкурентов. То есть довольно сильная получилась модель, как для своих 130 долларов, но без рекордов. В плане стилистики ей лучше всего удается джаз, блюз, соул, какая-то не сильно скоростная электроника и тяж. Относительно академической музыки все будет сильно зависеть от характера вашего усилителя. Если он достаточно техничен и быстр в плане отработки, то MU601 сможет и в оркестровую и другую сложную академическую музыку. Но в силу естественного такого аналогового смягчения я бы все равно ориентировал его на какие-то в меру быстрые мелодичные жанры. С ними синергия у ЦАПа будет ну просто фантастическая. Ну а раз уж аппарат можно подключать еще и к приставкам, то стоит сказать и пару слов о кино и играх. Для сериалов, например, MU601 просто шикарен. Всякие спецэффекты и фоновая музыка заставят вас буквально по-иному взглянуть на произведение. На мой же взгляд, так вообще хорошие ЦАПы кино ну просто созданы друг для друга. Тем более, что музыка в фильмах сейчас ну просто фантастического уровня. Для игр настоятельно рекомендую установить драйвер с официального сайта. С позиционированием объектов в пространстве тут и так полный порядок. А драйвера вам помогут максимально снизить задержку, что в положительном аспекте повлияет на весь игровой процесс. Для приставок это, конечно, не актуально. В режиме USB 1.0 все и так неплохо автоматизировано. А вот под Windows будет самое то. Следовательно, использовать герой обзора можно во всех возможных вариантах и благодаря совместимости по USB работать он будет абсолютно во всех сценариях. По мне это очень приятный, такой сочный и достаточно комфортный звук с добротным плотным телом, глубиной и выразительностью. Подводя итоги, стационарный ЦАП X-DOO MU601 прежде всего поражает богатством возможности его применения. Компьютер, смартфон, телевизионная приставка, игровая приставка, да и вообще все, что только способно служить источником цифрового сигнала по USB. Главное, определите правильное положение переключателя режима работы на задней панели. Вторая киллер-фишка это возможность подключить сразу две пары акустики или акустику и САП. Последнее очень часто встречалось среди пожеланий пользователей, поскольку не всегда вуфер имеет нужные разъемы для подключения, а тут делай, как лично тебе будет удобнее. Ну а владельцев старых аудиофилских аппаратов может заинтересовать использование MU601 в качестве ретранслятора с USB на Coaxial. Аппарат небольшой, удобный, с добротным уровнем измерения и приятным мелодичным звучанием. Небольшое смягчение тут, конечно, присутствует, но оно даже скорее в тему, поскольку подчеркивает эмоции, выразительность и вообще нацелена развернуть перед нами всю музыкальную картину целиком, а не погрузить какую-нибудь кучу отдельных нюансов. Очень годный, как по мне, аппарат, отрабатывающий свою цену до последней копейки. Если ищете что-то недорогое, то это должен быть один из основных претендентов на покупку. Ну а на этом у меня все. Это был стационарный ЦАП xDU MU601. Всем добра, всем пока-пока, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом. Субтитры сделал DimaTorzok